В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Причиной падения Air Lander 10 стала ошибка пилота. Об этом сообщает портал 3D News. На днях во время тестового полета самое большое воздушное судно в мире рухнуло в поле. Напомним, разработкой аппарата занимается британская частная компания Hybrid Air Vehicles. Изначально проект создавался для американской армии, но позже военные его забросили. Теперь планируется, что гибрид дирижабля, самолета и вертолета будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Максимальная скорость Air Lander 10 составляет 148 км в час. Во время второго тестового полета пилот совершил опрометчивый маневр при заходе на посадку. Судно клюнуло носом в землю и совершило жесткую посадку на пузо. В результате инцидента серьезно пострадала кабина пилотов, но, к счастью, никто из экипажа не пострадал. Экстренная посадка стала отличным испытанием для корпуса кабины. Ее изначально проектировали ударопрочной на случай падения дирижабля. Как видим, ждать этого случая долго не пришлось. В данный момент ведутся восстановительные работы, после чего Air Lander 10 вновь поднимется в небо. На спортивных объектах Казани началось внедрение автоматической системы распознавания лиц. Установкой комплекса биометрической идентификации «Визель» занимается российская компания «Центр речевых технологий». В данный момент работы ведутся на Татнефть-арене и Казань-арене. Полноценно функционировать система начнет в конце нынешнего года. Комплекс в автоматическом режиме распознает и идентифицирует лица входящих. Система работает в паре с базой данных по разыскиваемым лицам, и если «Визель» обнаружит человека, который находится в розыске, то он тут же оповестит об этом полицию. Внедрение системы распознавания лиц на спортивных объектах Казани ведется в рамках государственной программы «Безопасный город». Подобный комплекс в этом году появится и в аэропорту Южно-Сахалинска. Едва успела официально выйти новая версия операционной системы Android 7.0 Nougat, как уже появилась информация о скором ее обновлении. Напомним, 22 августа Nougat стала доступна для устройств с голым Android. Это, конечно же, семейство Nexus. Первыми обновления получат владельцы Nexus 5X, 6, 6P, 9, Nexus Player и Pixel C. А вот Nexus 5 и Nexus 7 2013 года в раздаче не участвуют, к сожалению. Среди особенностей Android 7 Nougat стоит отметить многооконный режим, доработанный режим Dose для экономии заряда батареи, Vulkan API для создания высококачественной графики в играх и так далее. Одним из первых сторонних аппаратов, которые получат новую операционку, станет LG V20, второе поколение смартфона с двумя экранами от южнокорейского производителя. Но девайс еще даже не представлен. И вот стало известно, что Google уже готовит обновление Android 7.1. По словам разработчиков, оно призвано отполировать систему и бета-тест запланирован уже на нынешний сентябрь. Ну а после обновления выйдет в массы. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.